МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И она исцелелась от болезни, когда коснулась края одежды Иисуса. Иисус, обернувшись назад, сказал женщине, кто прикоснулся моей одеждой? Ученики сказали, что здесь так много людей, они могут коснуться? Нет, есть тот, который прикоснулся ко мне. И эта женщина пришла и рассказала свидетельство. А, она когда-то хирургая, когда я был в больнице, так лечился, но у меня не получилось. Много времени прошло. А я и про себя думает, вот, нам надо быстрее торопиться, но почему из-за этой женщины мы не можем? И потом эта женщина исцелелась от болезни. И в тот момент из дома Яира пришли люди. Он говорит, зачем ты утруждаешь учителя? Твоя дочь умерла. И такое произошло. Матфей, не я писал эту историю подробно. Но Евангелие от Марка и Евангелие от Луки очень подробно описали это. Есть слово, которое сказал Иисус. Не бойся, но веруй. Смотрите, Яир слышит сейчас два голоса. Один голос говорит, что ваша дочь умерла. Другими словами, даже если Иисус придет, уже бессмысленно. Зачем ты утруждаешь учителя? Твоя дочь умерла. Такой голос отчаяния он услышал. Если Яир примет этот голос в свою душу, Что произойдет, если Он примет этот голос? То в его душе дочь умерет. Придет печаль. Придет отчаяние. Придет страдание. Он будет мучаться. Но что говорит Иисус ему? Не бойся, но веруй. А, например, если бы Яир применял бы это слово? Иисус сказал, не бойся, но веруй. Значит, если Яир верует, тогда Иисус все решит. Если Иисус так говорит, значит, моя душа точно будет жить. И именно два этих слова будут создавать иные души его. Один голос говорит, зачем ты утруждаешь учителя? Ваша душа умерла. Если это слово попадет в душу Яира, Тогда в его душу придет печаль, страдание, горе. Но если Яир примет слово, не бойся, но веруй. Тогда у Яира будет появляться надежда. И появляется радость и вера о том, что его дочь будет жить. Значит, всегда, когда мы ведем духовную жизнь, Два голоса, две души хотят бороться и попасть в нашу душу. Когда Адам и Ева находились в Эдемском саду, Два голоса они услышали. Два голоса, которые полностью противоречивают друг другу. И теперь, какое душу выбирает Адам? Что значит выбирает одно из двух? Мы можем сказать, я выбрал слово Бога. Но не так говорить. А точно будет говорить, я поверил в слово Бога больше, чем в слово Сатаны? Я верю в слово Бога больше, чем в голос Сатаны, поэтому я выбрал это. Но, к сожалению, Адам, он поверил в голос змеи, чем в слово Бога. И с того момента слово к змеи попало в Ебудушу. И теперь слово к змеи ведет Адама. Да, голос Сатаны привел Адама к дереву познания добра и зла. И он увидел плоды от дерева познания добра и зла. Они такие были приятные на глазах. Настолько приятные, что они как будто дающие знания. Да, они были очень красивые на глаза и очень вкусно выглядящие. Когда они увидели дерево, дающее добро и зла. То эти плоды сделали, чтобы у него появилось большое желание сесть. Когда многие люди выбирают грех. Они не просто выбирают грех. Я думаю, что он больше хочет сделать это слово. Кажется, что оно лучше будет для нас. И поэтому на сегодняшний день многие люди, которые живут на земле. Именно что он выбирает. Другими словами. Это значит, что он больше верит. Если бы Адам верил в Бога. Он бы избрал слово Бога. Но поскольку он не поверил в слово Бога, поверил в голос Сатаны. Он выбрал голос Змей. Когда Адам избрал голос Змей. Теперь голос Змей находится в душе Адама. И новая мысль, которую не было у Адама, начинает создавать. Раньше Адам даже не думал вкусить от дерева познания добра и зла. Но когда он услышал голос Змей. Этот голос привел Адама к дереву познания добра и зла. И этот голос сделал, чтобы он смотрел на плоды. Да, и действительно, когда он смотрел, сказали, что эти деревья, плоды могут дать знания и мудрость. Таким образом, люди согрешили. Адам вкусил от дерева познания добра и зла. Адам стал как Боги? Нет. И Господь Бог нам дает, чтобы мы второй выбор могли сделать. Первый выбор Бог дал Адаму, чтобы он выбрал голос Бога или голос Сатаны. Но Адам выбрал голос Змей. Он выбросил Слово Бога. И с того момента грех вошел в человечество, и грех начал вести людей. Адам родил Каина Явеля? И тогда Адам обнаружил очень удивительный факт. Каин убил своего младшего брата Адаму. Откуда пришла душа, которая может убить своего брата? У нас же такой души не было раньше. Откуда пришла душа, которая может убить своего младшего брата? Когда Адам избрал голос Змей, эта душа пришла. К тому моменту человек должен страдать. Должен отчаиваться. Должен получить проклятие. Должен получить гибель. Но почему я так драгоценно ценю эту Библию? Да ты поэтому должен быть проклят. Ты должен погибнуть. Ты должен попасть в вечный ад. Да, мы думаем, что так надо делать. Но Господь Бог нам дал второй шанс сделать выбор, который сделал Адам. Послушай внимательно. Адам избрал не голос от Бога, а голос Змей. Поэтому Адам был проклят и получил гибель. Тогда я тебе дам еще второй шанс. Я тебе дам еще один шанс, тогда ты хочешь слушать голос Сатаны или Слова Бога. Господь Бог говорит, что дает нам второй шанс. Бог дал второй шанс человечеству. Из-за греха Адама вы все должны погибнуть. И Бог дает другой шанс, чтобы мы могли спастись, но в то же время и погибнуть. Адам оставил слово Бога и оставил слово Бога. И это проклятие пришло к вам. Ты тоже должен получить проклятие. Но я тебе дам еще второй шанс. Как Адам послушал голос Сатаны и оставил слово Бога. Если ты не послушаешь моего голоса и послушаешь голос Сатаны, тогда ты погибнешь. Но напротив по-другому. Если вдруг ты выбросишь голос Сатаны, который у тебя есть. Если ты примешь слово Бога, тогда ты сможешь избежать имя. Ты сможешь спастись. Ты получишь милость Бога. Именно таким образом Бог сказал через вновь, что будет судить этот мир водою. Да, мы знаем, что из-за нашего прадеда Адама мы согрешили. Сатана говорит, ой, забудь про это, ничего страшного, не забудь об этом. Но, когда Адам послушался голос Сатаны и все плоды от плоды, дерево плоды добрались. А, если я буду следовать за голосом Сатаны, тогда я тоже погибну. Если я буду следовать за моим голосом, за моими мыслями, тогда я тоже погибну. Господи Бог, я благодарю, что ты нам даешь другой шанс. Я очень благодарен тебе. Теперь я не буду слушать голос Сатаны. Теперь я буду принимать слово Господа Бога. Именно поэтому Ноэ решил принять слово Бога. Бог сказал Ноэ, что я буду судить этот мир водою. И Ноэ это просто принял. И в душе Господа Бога точно был потоп, был суд. И когда Ноэ это принял. И в душе Ноэ появился суд и потоп. А, будет потоп. Будет суд. Эй, дети, надо построить ковчег. Отец. Какой ковчег нам строить? Сынок, о чем ты говоришь? Бог сказал, что будет судить этот мир водою. Бог сказал, что будет судить этот мир водою. Отец, постарай, или министры и пресвикторы ничего не делают. Хорошо, ты хочешь слушать этих людей или слово Бога? Ты точно услышал голос Бога? Да, Бог точно мне сказал. Ты что, ты подозреваешь отца? Нет, твой отец не психолог. Я точно слышал голос Бога. Бог сказал, что суд будет. Потом точно будет. Потом мы должны построить ковчег. Иначе мы погибнем. Иначе мы погибнем. Да, вот эти хорошие сады. Или хорошие пастбища. Хорошие дома. Все это будут под водой. Все это погибнет. Но и так говорил. Как говорили другие люди? Они принялись словом Бога. Они поверили больше своим мыслям, чем слову Бога. Ой, какой дождь там будет. Еще ни разу не было такого сильного дождя. Бог это Бог люби. Неужели он даст потоп? Ой, это чушь, не слушайте его. Пастор в нашей церкви говорит, что все нормально. Пастор в нашей церкви говорит, что не будет дождя. Да, он говорит, что не будет предшествия Иисуса. Такие голос мы слушаем. Мы должны слушать проповедь. И надо проверять, это проповедь соответствует Библии или нет. Именно так поступили жители Абель. Они искренне в душе приняли слово Бога. Они смотрели через Библию, действительно Библию так говорили или нет. О, это слово соответствует Библии. Значит, надо этого пастора слушать. О, этот пастор хорошо говорит, но отвечает от Библии. Если я буду следовать за этим, значит я буду противиться Богу. Именно таким образом вели духовную жизнь жители Библии. Так Господь Бог в этот раз Адам и Ева оставили голос Господа Бога и получили проклятие. И это проклятие подошло до нас. И у нас появилось проклятие. Но какую милость Господь Бог явил нам. Да, еще раз я вам даю один шанс. Первый человек Адам. Он пренебрег словом Бога и последовал за своим мыслями и мыслями, которые Сатана. Потом он получил проклятие гибель. За это проклятие ты должен тоже получить гибель. Но я тебе дам еще другой шанс. Если ты сейчас слышишь много голосов, но если ты все это оставишь и принимаешь мое слово, я тебе дам спасение. И напротив, если ты оставишь слово Господь Бога следуя за своим голосом, как Адам, ты получишь гибель и проклятие. Знаете, за что мы благодарим, когда читаем Библию? Насколько Бог нас возлюбил? Да где люди, которые могут следовать за голосом Бога? Да Бог не хотел убивать верных Бога. Да хотя все люди должны получить проклятие и погибли. Но Бог возлюбил людей. Поэтому даже сейчас. Да ваши предки ослужились Господа Бога и последовали гуляции Сатаны. Неважно, как вы смотрите, но если вы поверите мое слово, тогда я вас спасу. И такую возможность дал Бог нам. Разве это не драгоценно, что Бог нам дает такую возможность? Да, это такая возможность, в которой мы можем получить спасение. Но многие люди, это не серьезно, как это подошло? Они точно не верят в это? Что они поступают? За своими мыслями следуя, своим способом. Они оставляют способ Господа Бога и следовать за своим направлением. Поэтому написано, все мы как умцы, совратились каждый на свою дорогу. Не путем Бога мы пошли, а своей дорогой пошли. Смотрите, дочь начальника Иаира умерла. Иисус дает возможность этому Иаиру. Ты хочешь следовать за своим опытом, за тем, что ты видел то, что ты знаешь? Или же ты хочешь следовать за моим словом? У Иаира было два голоса. Да, ваша дочь умерла. Зачем ты утверждаешь учителя? То есть даже если Иисус придет, уже поздно. Не получится. Твоя дочь умерла уже. Уже закончилась. Уже закончилась. Об этом этот голос попал в ухо Иаира. Это факт, который он хорошо знает и прекрасно понимает. Поэтому понимает, что если дочь умрет, то нет другого способа. Но Иисус говорит ему. Не бойся, но веруй. Не бойся, но веруй. Не бойся, но веруй. Слово Иисуса. Имея совсем иной мир стучится в душу Иаира. Да. И Иаира принимает свои мысли, свои решения. И этот голос печали. Или же он примет слово Бога. Именно этим определяются все проблемы их семей. И Иаир принял слово Иисуса. И вместе с Иисусом он пошел домой. Когда они пришли домой, они не услышали великий плач. Жена прибегает и плачет перед Иаиром. Иисус сказал. Она не умерла, но спит. Знаете, когда люди слышат, кажется, что это чушь. Когда Иисус может такое говорить. И люди начинают шептаться. Вы ведь точно видели, что душа умерла. Ее бени сердца остановилась. Она перестала дышать. Ее тело стало холодной. И тело начинает твердеть. И говорит, что не умерла. Что спит. Как такое может быть? Такого не может быть. Действительно так. Слово Бога и наши мысли не одинаковые. Господь сказал. Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не пути ваши. Потому как небо выше земли. Мои пути выше ваших путей. Да, мы будем следовать за нашим опытом. За тем, что мы знаем. Нашим привычным путям. На에게 익숙하고. На에게 잘 맞고. На에게 아주 잘 이해하는. И 방법을 버리고. Или же выбор. Слово Бога. В данном случае, в жизни адама люди услышали приняли голос сатаны чем слово бога также во время жизни ноя люди последовали за своими мыслями за голосом сатаны они за словом господа бога поэтому во время его потопа многие люди погибли когда город садом и гамора была разрушена то же самое да сзять облот говорил своим потому что будет гибель быстро убежать от иначе будет гибель но взять и подумали что это шутка вы так правдиво рассказываете вы такой хороший актер прямо как киноактер вы так можете хорошо говорить такой шутку сети послушали своих мыслей они примыгли словом бога знаете я пастор поэтому встречаю очень многих людей и я встречаю достаточно много людей и когда я общаюсь с людьми эти многие люди они больше верят своим мыслям чем слова бога я не считаю что свои мысли проявить не чем слово бога сумма цена я помню эту сумму косма сколько бы я не думал от этого больно мне на душе когда я его нерву нерву нду он и сэссан саром декором к тело качо поэтому вы как вы не должны идти по путям путям которые идут жители этого мира на моду белма урок они лаги тема поскольку этот мир идет гибели если вы будете по путям этого мира вы тоже погибнете я его один час и то есть знание который вы умеете имейте ваше решение или ради келом или ваш опыт таранда саю асси в других направлениях используя она не надо вас но когда стоите перед богом вы должны понять что это не что вы должны знать что решение господа бога намного выше чем ваше мнение опыт решения не важно как моих глазах это выглядит и неважно как я это чувствую оставьте все мои решения хана аниме и слова бога вы должны принять верою я ир поверил в иисуса азаром дает аличу вас люди сказали ваша дочь умерла ой 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 бессмысленно я его деку марима динка тыс да и ухажда что эти слова правильный маре орынга тессы кажется что они говорят правду вону язву жима твое она уже умерла ты зачем иисуса приходил атаки пандаль 자기 생각을 пыли его но она он оставил свое решение свое мнение ясу ним и марсом он и поверил слова иисуса если марсом он падать он принял слова иисуса коттэ хана мекк он у лаун думе ги на тараку декса на именно тогда в великой деянии господа бога я билась асяма массу для я еще раз вам скажу она не кезу а дамы и кузон дичь баку мельман и падая нанде да потомки а дамы должны погибнуть и получить проклятие у реки киэра мудрость но бог нам дает еще один шанс адам он 자기 생각을 дар а мэм ары таром уро льман качу туры качу а дам следовал за своим голосом за голосом сатаны и змеи поэтому царе янг к дроану линзу зубо льма не если мы просто бы находиться мы получим проклятие гибель а дам че на были 하지 мало но не когда мы не поступать манилю 생각을 борьбу мы оставим наши мысли 1 массу был и сам и премьем словой бога она бетлил же то Бог освободит нас от проклятия Адама Бог нам дал еще теперь возможность выбрать Знаете, многих людей искусил сатана И это же возможность, с которой мы можем сделать снова выбор Выбрасываем Следуем за своими мыслями Но среди многих людей, настоящие мудрые люди Они выбрасывают свои мысли, свои решения И как Иаир принимает слово Бога Тогда мы сможем освободиться от гибели и проклятия Адама Я желаю, чтобы такое благословение было с каждым из вас Спасибо Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!